всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я сегодня хочу соорудить кучку пивных закусок есть на канале парочка роликов про тапасы кто не знает если это как раз таки испанское название закусок подаваемых очень маленькими порциями но в тех роликах все в основном было видео бутербродов в хороших тапас барах вы это представлены и другие закуски вот я решил вам показать набор быстрых таких тапасов которые можно соорудить ну примерно за полчаса понадобятся креветки сырые лук чеснок помидоры сладкий перец оливковое масло extra virgin это холодного отжима значит белое сухое вино и вустарский соус это все для первой закуски для 2 грибы чеснок желток петрушка и опять же оливковое масло и соль перец для 3 слабосоленый подкопченый лосось укроп огурец несладкий йогурт панировочные сухари или хлебная крошка и твердый сыр я разозлился на пармезан для четвертой закуски яйца баночка консервированного тунца и бачка консервированных мидий еще понадобится соус но раз уж я веду речь сегодня о быстрых и простых закусках кто решил сами не готовить купил кетчуп позорно мою плешь ладно для 4 закуски на шпажках понадобятся маринованный лук маринованные маленькие огурчики оливки зеленые черные запеченный сладкий перец залитым маслом и чернослив такой перец можно купить готовый магазине а можно самостоятельно запечить с него шкурку переложить в банку залить горячим маслом добавить винный уксус или бальзамика по вкусу чеснока и хранить таком виде до лучших времен поехали яйца отправлю вариться а сам займусь первой закуской лук надо нарубить мелким кубиком еще мельче нарубить чеснока можете сразу побольше в расчете на вторую закуску сразу же сладкий перец размер кубиков такой же как в случае с луком примерно и аналогичную процедуру надо проделать с помидорами но их сначала избавить от семечек затем уже рубить можно начинать обжарку сковороде разогреваю ароматное оливковое масло экстра верхен гореть не сильно никакого дыма ну потому что во первых это вредно во вторых случае если масло пережжете то весь смысл в использовании именно ароматного пропадает и теперь начинаем жарку лука и чеснока до легкой прозрачности просто чтобы горечь ушла а пока этот процесс идет подготовлю грибы для второй закуски их надо нарезать пластинками миллиметров по пять возвращаюсь к луку пора добавить сладкий перец теперь все вместе обжариваю минуту 4 время конечно зависит от мощности конфорки размера сковороды и количество продуктов на ней грибы масло на сковороде для обжарки грибов опять то же самое ароматное верхен экстра ну или экстра вёрджин на английский манер сначала чеснок чтобы ароматизировать масло как только пошел приятный запах грибы шпиньоны можно есть и сырыми но в данном случае я все-таки поджарю в общем совсем быстро буквально несколько минут петрушки нарубить поменьше смешать желтком можно больше не обжаривать и смешиваю желтковой смесью полностью топинг для одной закуски готов так а что тут с первой закуской пора помидоры класть и теперь соль и перец и обжариваю еще 45 минут так это сделано это сделано для грибной закуски надо еще и тосты подготовить хлеб нарезать выложить на противень немного оливкового масла опять тоже ароматная и под верхний гриль в духовку на несколько минут румянится хлеб быстро впрочем его можно и на сковороде и в тостере подготовить как вам удобнее что тут с томатами с ними все отлично теперь в устарский соус лавровый лист и белое вино сейчас закипит убавлю огонь до слабого и оставлю томиться при слабом слабом кипении на 15 минут пока займусь следующей закуской укроп нарубить добавить его в йогурт посолить и смешать это будет третий слой этой закуски огурцы и мелким кубиком посолить это второй слой сыр натираю на терке и смешиваю с хлебными крошками это первый слой а на 4 рыба ее также надо нарезать мелкими кусочками собираю закуску для понадобятся стаканчики слой первый сыр надо выбирать с резким сильным таким запахом и яркого вкуса теперь огурцы теперь соус и лосось как вишенка на торте веточку укропа до подачи эту закуску лучше подержать в холодильнике между тем тосты готовы можно и будь разобрать на каждый тост грибочков это закуска тоже готова и вот ее то убирать холодильник как раз не надо так куриные яйца сварились предложу в холодную воду пусть остывают надо подготовить начинку для них то нет отправляется в стакан мини сюда же и немного пожужжать блендером между тем соус ну смысле основа для первой закуски готов так знаете что я наверно пожалуй еще немножко томатного соуса добавлю томатной пасты так вот с прогрею мы теперь креветки им хватит буквально трех минут куриные яйца я буду чистить революционным манером быстро и просто теперь надо располовинить желтки переложить стакан с тунцом и мидиями и еще поработать блендером начинка готова кстати креветки тоже выключаю нагрев пусть пока постоит здесь начинку для яиц тоже уже можно вернуть обратно в яйца я для этого воспользуюсь кондитерским мешком так проще и украсить петрушкой эта закуска тоже готова сыр я натер больше чем надо поэтому оставшийся будет изображать самостоятельную закусь и в духовку под верхний гриль буквально на пару минут таким макаром готовится пармезан грана поддана и пекорина романа возможно и другие сыры но я не пробовал соберу последнюю закуску надо просто нанизать на другие шпажки все вот эти вот соленья маринады перстать и нарезать на квадратики стоит и чернослив осталось собрать все в кучу и пока я буду заниматься сервировкой вы чтобы не путались с сегодняшним несколько сумбурным изложения рецептов можете посмотреть основные этапы готовки раздельно так будет проще верно духовка еще не остыла в кухне жара я уже весь мокрый и сейчас я выпью холодненькую пивка мне будет очень хорошо вот так новый пивной стол у меня получился здесь шпажки острокисло-сладкие за счет чернослива здесь замечательные такие бутеры с поджаренными припущенными грибами вот такие вот сырные леденцы кружавчатые и креветочки в качестве горячего блюда яйца с начинкой из тунца консервированного и мидий тут же замечательный лосось с йогуртным соусом ну и конечно же долгожданное пиво вот с него и начну аномальных пивных бокалов нет к сожалению так поехали расскажу про эту штуку огурчик маринованный сладко-кислый перец сладкий оливки солоноватые причем вот это вот зеленая оливка она с анчоусом то есть соленым а лук вот этот вот он кислый чернослив конкретно сладкий то есть вот это сочетание кисло-сладкое оно очень яркое оно очень классное оно очень классное просто бомбическое сочетание чтобы освежить вкусовые по выжижке естественно глоточек пивка а теперь по горячей закуске по креветкам их кстати таким макаром приготовив можно если у вас формочки подходят для запекания вот прямо такие формочки брать в духовку прогреть минуток 8-10 не больше даже быстрее можно и обратно выставить на стол имут горячий главное чтобы никто не обжегся так ну давайте по креветочкам с этим соусом пройдусь классные креветки ваще того что готовились совсем недолго и они были сырые то есть я покупал замороженные но не вареные а сырые они абсолютно не высохли во время этого трехминутного тушения в этом соусе соус очень классный естественно любой соус такого типа который вы готовите нужно будет настраивать под себя потому что в зависимости от реального количества сахара в вашем луке потому что в луке много сахара но разные сорта по разному его содержат от сладости вашего перца от кислоты от степень кислоты белого сухого вина который вы использовали в конце концов от вустарского соуса он сейчас три по моему производителя есть достаточно крупных и у всех он отличается по вкусу возможно придется добавлять или соли или перцы или сахар или того всего вместе или кислоты еще добавить но этот соус легко настраивается под ваш вкус и получается просто бомба и яйцо с ярко выраженной такой рыбной начинкой вот эти вот мидии которые я использую они здесь называются в соусе сковечи то есть это масляно-острокислый соус такой вот эти мидии придают тунцовой пасте тунцовой яичной яркость достаточно то есть такой паштет получается рыбный по вкусу очень классный естественно нужно яйцо макнуть в этот самый кетчуп магазинный периодически можно заедать это сырным леденцом возможно можно какой-то другой сыр использовать я не пробовал но вот эти твердые сухие сыры они имеют яркий вкус такой и как приправа вообще даже скорее всего можно использовать это классно с пивом классно прекрасно ну рыбка как про нее не сказать или освежить пупырышки про рыбку что хочу сказать вот вот эта хлебная крошка внизу с сыром хлебная крошка для того чтобы во время того как стоит ваш этот стаканчик в холодильнике и огурцы и соус могут дать воду отскочить вода может эта вода уйдет на дно если не будет хлебных крошек то это будет очень неприятно там лужа воды это будет лежать хлебные крошки их впитывают эту выделившуюся влагу а сыр который мы добавили в хлебные крошки придает этой основе вкус яркий то есть это не просто какой-то размокший хлеб нет он вкусный и яркий так ну и давайте уже утащу ну а семга с укропом с огурчиками прекрасное сочетание очень классное и йогурт в тему это хорошо так ну и завершу я вот этим бутером с припущенными грибами теоретически конечно шампиньон можно жарить гораздо дольше навести его до коричневые выжать с него яркий вкус сделать это будет даже наверное вкуснее и лучше но я говорил про быстрые закуски те которые можно собрать за полчаса немножко конечно заморочено потому что много действий выполнить но вполне можно и даже в таком варианте эти грибы очень классно звучат потому что используется вот этот желточек для легкого загущения такого прекрасно и естественно петрушка очень даже тему ну как видите такой вот классный разнообразный пивной стол можно собрать быстро за полчаса если вам нужно человек на 10 наготовить то за счет того что резать чуть побольше ну уйдет у вас не 30 минут а 45 может 50 если конечно вы пользуетесь остро наточенными ножами я сегодня использовал самура шэдоу точил я кстати тоже их на камнях самура если вы соберетесь обновлять свой парк ножей то воспользуйтесь промокодом фреско это позволит вам сэкономить денег спасибо за компанию всем пока